Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, в прямом эфире на телеканале IMPACT. С вами «Богословский час» в рамках программы «Влияние». Сегодня у нас будет очень-очень интересная тема и очень интересные гости. Я хочу представить наших участников программы. Это магистр богословия, библеист Бен Анисовец. Доброе время суток, друзья. Я рад находиться с вами и иметь это общение. А также служитель церкви, диакон и магистр богословия Юрий Щерба. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я также очень рад встрече нашей в эфире. Итак, тема сегодняшнего нашего эфира – это духовный застой. Вроде такая печальная тема, с одной стороны, да? И в каком-то смысле мы более-менее ориентируемся и понимаем, что такое духовность, да? А вот в плане застой – что такое застой? Все мы знаем, что такое болото, там, где вода приходит и откуда не уходит. И вот об этих вещах обычно говорят – вот это застой, то есть застой на вода. И там что-то происходит, там начинает появляться какая-то живность, запах неприятный, все остальное. А вот что же такое духовный застой, дорогие друзья? И вот об этом мы сегодня будем рассуждать с нашими участниками. Первую позицию сегодня будет представлять Юрий Щерба. Вот поэтому, пожалуйста, предоставляем время. Юрий. Спасибо, Дима. Друзья, духовные застои. Я считаю, что, во-первых, это актуален вопрос, но также и очень сложный вопрос. И, следовательно, к нему должен быть комплексный подход. Мы не можем однозначно сказать так или иначе. Потому что, с одной стороны, мы смотрим, что вот, да, пошел прогресс в церковной жизни. У нас красивые дома молитвы, у нас удобные скамейки, профессиональные спикеры, высокого уровня пения и музыка и тому подобное. Но в то же самое время, как бы это странно не выглядело, эти красивые дома молитвы, они пустеют почему-то, а эти скамейки удобные, люди не хотят на них долго сидеть. И, естественно, также профессиональные спикеры, они тоже приедаются. И вот я так рассуждал, и один, мне кажется, признак того, что духовный застой, это то, что люди начинают говорить о переменах, говорят, нужно что-то менять. И, конечно, что перемены, они есть хорошие и есть могут быть плохие. И вообще, понимая то, что только Бог совершен и потому неизменен, мы приходим к выводу, что люди должны изменяться. То есть изменение — это нормальный порядок жизни, потому что мы несовершенны, мы изменяемся. Но здесь вопрос стоит не столько, нужны ли перемены или нет, а в каких переменах идет речь. То есть я думаю, вот именно в этом здесь проблема, потому что многие как-то люди начали много чего менять, ну и поменяли. И что мы сегодня имеем? Мы сегодня много видим либеральность, вседозволенность, видим недуховное лидерство, видим, что из церкви кто-то сделал театр. И вот часто можно услышать даже видных служителей, говорят, что старая форма, она уже исчерпала себя. Нужно что-то менять, что-то искать новое и как-то приспосабливаться к современности. Но мне кажется, что проблема духовного застоя — это не столько проблема формы, сколько содержимого. Вот скажем, если у вас ведро пустое, ну вы скажете, ведро опустело, нужно поменять на кастрюлю, да, вот такой обыденный пример. Но если ведро пустое, понятно, что и кастрюля будет пустая, то есть нужно поменять содержимое, чем-то наполнить его. Вот именно на этом я стою, что проблема духовного застоя — это проблема содержания, внутреннего содержания каждого христианина. И поэтому нам нужно не искать что-то новое, какие-то новые формы, а как вот пророк Бог через пророка Иеремию говорит, что остановитесь на путях ваших и рассмотрите. И расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. Хорошо, Юрий, если я правильно понял тебя, значит, ситуация заключается в том, что, в принципе, перемены — это правильно, это нормально, это важно. Но если мы говорим о духовном застое, если мы можем так описать нынешнюю ситуацию нашей церкви, то, естественно, перемены нужны, да? Да. Но причина этих перемен все-таки кроется в каких-то внутренних, философских, богословских причинах, как ты сказал, либерализм. Да, то есть больше перемены нужны внутренние, чем форма или внешнее что-то меня. Хорошо. Бен, вот мы выслушали первую позицию, что надо внутренние перемены определенные, но духовный застой все-таки существует. Вот какова твоя позиция в отношении духовного застоя? Я думаю, что духовный застой существует, он существует в обществе. Я боюсь говорить такие слова, что церковь находится в духовном застое, потому что церковь — она свята. Она не может находиться в духовном застое сама по себе, потому что сам Христос сказал, что рода ада не одолеют ее. И поэтому церковь, она всегда движется вперед. Но что происходит, это общество, люди, которые посещают церковь, люди, которые являются членами церкви, они могут отойти от церкви, могут отойти от правильного понимания Слова Божьего, они могут начать двигаться своими амбициями и поставить цель нечто другое, кроме духовного роста. И в этом может заключаться большая проблема. Поэтому я думаю, что стоит поговорить также на разнице между нравственностью и духовностью, чтобы даже светский человек мог понять, о какой духовности мы говорим и что христианство подразумевает под словом «духовность». Хорошо. Значит, Бен, твоя позиция заключается в том, что церковь свята, чиста совершенно, то есть в церкви все нормально, в отличие от позиции Юры. Действительность — это так. То есть, в принципе, почти ничего не нужно менять. Вот менять нужно некоторых членов церкви, которые не совсем так, не совсем правильно в состоянии приходят в церковь. Юра, насколько это согласуется с твоей позицией? Ну, конечно, я не согласен с этим. Почему? Потому что, во-первых, мы читаем даже Ветхий Завет, и мы находим много, когда сам Бог обращался не просто к церкви, а к всему народу, обличая, да, что где-то не так. Вот это даже стих, что я прочитал. Бог говорил всему народу, что вам нужно остановиться где-то не туда. То есть, если все хорошо, зачем останавливаться? Да, обязательно. И второе, вот Бен подметил, что говорил «врата ада». То есть, я думаю, что здесь идет речь о вселенской церкви. Конечно, церковь всегда будет существовать до прихода Иисуса Христа, но мы говорим сейчас более о локальных церквях. Давайте возьмем западный мир, там, где мы живем, да, мы не знаем, как может быть до конца в других странах мира, но я думаю, никому не секрет, что в Европе сегодня христианские церкви, они покупаются под мечети. Так, а что это, не застой? А возьмем американские церкви, да, сколько сегодня, вот статистика говорит, что количество деградирует. Но более того, я хотел бы даже наше внимание обратить не столько на количество верующих, а на качество. Вот посмотри, сколько сегодня в американских церквях... Бен, насколько, вот позиция Юры, согласуюсь, с твоей позицией в том плане, что церковь, она же святая, но если церковь меняют, перестраивают на монастыри, на эти самые... На мечети. На мечети то. Да, это проблема больше с обществом, потому что... Проблема общества. Общество, проблема общества. То есть общество церковного или общество... Нельзя говорить, что церковь, именно вот церковь, с нею проблема. В церкви нету проблемы, потому что основание церкви – сам Иисус Христос. И если основание Иисус Христос и глава Иисус Христос, то с церковью как таковой не может быть проблемы. То есть, как бы априори мы можем сказать, что это правильно. А на практике получается чуть по-другому. Хорошо, давайте мы немножко подробнее разберем уже те вопросы, которые мы уже так обозначили. Такое было слово «либерализм» у нас всплыло, да? Значит, это больше такая непрактическая вещь, да? Но на практике она все равно влияет на практику, это больше такая теоретическая, да? Либерализм, который вошел в нашу западную церковь, в наше западное общество, то, с чего начинался современный постмодернизм, все остальное, почему церкви пустуют, насколько либерализм повлиял на вот этот вот духовный застой? Ну, я считаю, что либерализм, он очень много повлиял. Вот мне понравилось, что ты, Дима, сказал постмодернизм, да, вот эта философия. И вообще, изучая историю, я как-то для себя пришел к выводу, что вот этот поворотный момент или на каком перекрестке все это начало происходить, либерализм и вседозвольность, это, я думаю, в Америке, по крайней мере, в 60-е годы, да? Мы все знаем, что, да, что происходило, вот я себе даже так пересмотрел, выписал некоторые, да, образовались субкультура хиппи, первое, да? Второе, началось много разводов, повторных браков, началось яркое использование косметики, появление музыки такой, как рок-н-ролл, произошло восстание против символа власти, появились мини-юбки, много другой неприличной одежды, сексуальная революция и тому все подобное. Это в обществе происходило. Это защита позиций до общества, да? То есть это перемены в обществе. Ну, это перемены в обществе, но это перемены сначала перешли в обществе, но они повлияли на церковь. И вот если посмотреть историю церкви даже, вот именно после 60-х годов в Америке, вот церковь начала как-то трансформироваться, изменяться, и, к сожалению, не в самую лучшую сторону. Я, кстати, с этой позиции не согласен, Юрий. Я думаю, что такая же атмосфера разврата была и во времена апостола Павла, иначе бы он не написал, допустим, 5 главу 1 Коринфянам, да, где он обличает христиан, там буквально сын спал с матерью, да, вот отец его повторно женился, и он спит за своей матерью. Тоже такие грехи были. Ну, можем сказать, что это что-то разовое такое, не можем утверждать, что это все так делали. Это было, в принципе, по Римской империи, это свободная такая культура, она присутствовала. Это было и в Каринфе, в самом городе было. И когда, допустим, есть гора, на которой вулкан произошел, я не знаю, если вы помните, в 70-е годы, Пампея, да. И когда ученые начали раскапывать, они тогда осознали, насколько был развращенный тот город. Поэтому, если мы будем думать... Еще интереснее, есть одна очень фраза, такая в интернете ходит, что нынешняя молодежь привыкла к роскоши, отличается плохими манерами, презирает авторитет, не уважает старших, дети спорят с родителями, и изводит учителя. Какой год эта фраза? Кто из вас знает, не знает? Пятый век до нашей эры. Сократ. Хорошо. В каком смысле можем сказать, что общество всегда деградировало, всегда было плохим, всегда моральным. Но почему церковь? Да, вот хорошо. Завидите мне несколько минут, я хотел бы немножко затронуть еще историю. Я согласен с чем? Согласен с тем, что общество всегда такое было. Даже мы читаем «Дни Лота», «Дни Ноя», это еще сколько, тысяч лет назад. Но общество такое, Иисус сказал, что будет как в последнее время. То есть общество было всегда такое. Но реакция церкви на общество была совсем разная. Вот я хотел бы взять несколько минут, если позволите, вот зацепить. Если проанализировать церковь Деяния или первоапостольскую церковь, и особенно их отношение к миру и к церкви, то оно было очень разное. Вот смотри, что, какое понимание было у Петра, апостола Петра, когда он смотрел на общество, его времени. Да, это было развратное общество. То он видел не просто культуру, как мы сегодня говорим, нужно как-то приспособливаться. Что он видел? Он говорил так, спасайтесь от рода сего развращенного. Он видел развращенный род и учил церковь, что церковь должна себя как-то позиционировать в другом свете. Давайте прокрутим 19 столетий вперед. Всем известно большое пробуждение 20-го столетия, азузастрид и тому подобное. С чего оно началось? Оно началось с движения святости. Это было целое движение людей, которые молились, чтение, изучение Библии, посты. И более того, они не просто изучали доктрины, они старались максимально жить в соответствии с Божьим Словом. То есть у них все было, и одежда, и косметика, и много других, и внутренних. Я не говорю только о внешности сегодня, но я просто подчеркиваю, что даже эти внешние факторы, они тоже имелись в виду. То есть именно в такой среде Бог начал свое пробуждение. Хорошо. Бен, добавлю еще к этому сказанному. Написано, что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, город житейское, другие какие-то места специально можно перечислять. Но почему же это церковь касается? Ну, дело в том, что церковь живет в мире. И мы, церковь, постоянно христиане контактируют с внешним миром. Христос не призывает нас из мира, чтобы забрать нас. Но Он с нами в этом мире. Он рядом с нами. И поэтому я хотел бы просто сделать отличие, что в деянии Первопостольской церкви для апостола важна была исправление духовности. И не просто нравственности, потому что сегодня и атеист, и агностик может быть нравственным человеком. Какая разница между духовностью и нравственностью? Нравственность определяется по делам человека. Вот покормил, допустим, нищего человека на улице. Что говорят? Говорят, нравственный человек. Вот. А в чем разница духовности от нравственности? Духовность, она, это, можно сказать, проявление внутреннего возрожденного человека христианства. Это характер человека, да? Это водительство Духа Святого. Это не всегда даже можно определить по делам его. То есть одно дело покормить нищего человека, а вопрос, а с какой мотивацией это держит? Хорошо, ну дела должны все равно следовать. Не может быть без дел правильная духовность. Да, действительно. Хорошо, ну какое решение из этого вот? Решение вопроса, какое вы можете предложить? Такое реально действительное. То есть у нас духовный застой. Почему? А вот потому что либеральное богословие привело к такому вот «разведяйству» в кавычках среди христиан. Какое решение? Ну я думаю, это решение. То есть мы общество не поменяем. Это первое, что мы должны согласиться. Общество такое останется, грешное. Бен, точно не поменяем? Или мы можем поменять? Либеральное богослово, естественно, можно повлиять, как и первая церковь. Повлиять, но не поменять. Да, и поменяет, конечно, Бог. Но мы можем все равно свою часть сделать. Недаром деяния апостолов названы деяниями апостолов, потому что действовали апостолы. Хорошо, можете быстро перечислить? Раз, два, три, четыре. Что делать? Вот в обществе или с обществом, или церкви в обществе? Я думаю, стоит определиться с церквями, даже с поместными церквями, которые стоит назвать церкви. Потому что есть, допустим, социальные клубы, есть разные секты, которые могут называть себя церковью. Ну, назови такую одну церковь в нашем городе. Ну, вот United Church of Christ слышал об одной. Вот недавно в новостях они говорят, что давайте будем рекламировать наши ценности. Их наши ценности, допустим, уменьшение одноболых браков и тому подобное, к примеру. Вот сразу дать определение, можно ли назвать это церковью, если они называют себя церковью. Я считаю, стоит видеть номинальных христиан, и стоит видеть христиан, которые приходят в церковь как лечебность, где они получают исцеление, и в действительности духовно растут. Производят этот отрост. Хорошо, мы определили, что такое церковь, что такое не церковь. Но мне кажется, еще очень важный момент для нас сегодня, это иметь правильное понимание терминологии, что такое культура. У нас сегодня под культуру входит все. То есть мы мир воспринимаем как культуру, но не так должно быть. То есть церковь должна отличать, где культура действительно, а где мир, седьмой покатяна. Отличаться где, в одежде, в поведении, в словах. Во всем, во всем. Во всем. Хорошо. Идем дальше. Значит, если мы попробовали что-то сделать с обществом, у нас не получилось. Попробовали как-то разделить терминологию, где церковь, где социальный клуб, тоже, допустим, не получилось. Прозвучала такая фраза, что что-то связано с лидерами церкви. Вопрос. Насколько лидер церкви влияет на духовный застой, в таком позитивном направлении, чтобы что-то изменить? Какой лидер, такая и церковь, можно сказать. Если лидер страдает в действительности духовно, то и вся церковь будет страдать. Хорошо. Сейчас все... Но с лидерами всегда были проблемы. Большинство церквей сейчас западного мира, это в духовном застое. То есть это очевидно. То есть если церковь уменьшается, если новые души там не рождаются, никто не кается, то это духовная проблема в церкви. Да, ну мне известно, допустим, можно ходить в одну церковь и переживать разные вещи тоже. Такую ситуацию, такая ситуация есть. К примеру, допустим, я учился в одном из университетов в Аклогоме, и были такие студенты, которые, допустим, их трудно было назвать христианами, да? А был также и студент, вот он недавно поехал на Северно-Синельский остров и отдал свою жизнь, можно сказать, за проповедь Христа. Он настолько хотел сильно поделиться с теми аборигенами, что они его просто убили, и он так и не вернулся оттуда. Поэтому можно ходить в одну церковь, но переживать разные вещи. И всегда сказать, что вот лидера... Да, Бен, я с тобой согласен. Но мы сейчас говорим не о всех, но о большинстве. Вот как Дима, Дмитрий подметил, да. Но что я бы хотел сказать, что, ну, известная фраза, да, говорят, что пастор не может поднять своих прихожан выше своего уровня. То есть духовный застой в церкви, он напрямую связан с духовным застоем лидерства, я считаю. И мне кажется, самая большая проблема, которую мы сегодня встречаем, это то, что сегодня успешный пастор не тот, кто много молится, кто сидит, изучает Писание много, кто в постах. Сегодня успешный пастор — это тот, кто имеет образование, скажем, в бизнесе, кто красноречив, может собрать людей, повести за собой. Хороший администратор. Хороший администратор. Он хотел бы рассказать пример один, да, вот слышал сам на свои уши на ютубе одного известного американского пастора. И у него брали интервью, задают ему вопрос, как вы так смогли с маленькой церкви вырасти в такое большое движение, которое сегодня разошлось по многим странам мира. И он просто, у меня его ответ шокировал. Я ожидал, что он что-то духовное сказал. Но он говорит так, что мой успех, это не потому, что я хороший проповедник. Это даже не потому, что у меня богословское образование. И, между прочим, он сказал, что богословское образование — это было waste of time, это была трата пустой времени. Он говорил, мой успех, потому что у меня образование в бизнесе. Я знал, как настроить структуру, я знал, как собрать людей, как дать им занятия и тому подобное, и все выросло. Значит, вопрос не духовности, не святости. И он говорил тогда, говорил молодым проповедникам, говорит, я советую своим, скажем там, тем, кто подо мной растет, идите, обретайте образование в бизнесе. Ну, это всего лишь потому, что часто в обществе такая проблема, что люди просто дезорганизованные. Они не могут ничего взять и сделать вместе, собраться вместе. И это настолько большая проблема, что иногда вот люди приходят, у них есть опыт в сфере бизнеса, и они в действительности переворачивают мир с головы на ноги, можно так сказать. Потому что в действительности в пастерстве... Бат, ну ты согласен, да, что если духовный застой, то значит, ответственность за это нести должны лидеры церкви. И это значит, что их духовный уровень, ну, наверное, желал бы лучшего... Ну, вот вопрос, когда человек, допустим, страдает духовно, у него застой в церкви, всегда ли стоит велить лидера в этом? Вот вопрос. Я считаю, что не всегда. Стоит разобраться, какая ситуация. Допустим, если... Вы должны быть виновны сами члены церкви. Ну, конечно, таких много тоже. И у апостола Павла с такими проблемами всегда были, сколько я помню. У Христа даже со своими учениками проблемы были. Да, вот даже после его воскресения апостол Петр ел с язычниками и лицемерил, за что с Павелом и сделал выговор. Поэтому есть, всегда были. То есть духовный застой, да, везде. Значит, Николай Бердяев, человек, которого я уважаю, за его такие радикальные высказывания некоторые. 1913 год, то есть это еще не время коммунизма, но уже застойные вещи происходят в самой православной церкви. И вот он пишет, гасители духа, его работа такая была. Священный Синод во всем подобной нашей государственной власти прежде всего боится и ненавидит всякую жизнь и всякое движение, прежде всего хочет спокойствия и тишины. Первая забота его, как бы чего ни вышло. Никакие догматические вопросы внутри православия не поднимались, вопросы духовной жизни переставали волновать духовный мир, интересовались такими второстепенными, технокладными вопросами, как быть или не быть патриарху, устраивать приходы или нет. Значит, его мысль какова? Духовный застой, ну, в те времена в православной церкви, и он говорит, что вина на патриархах в том, что они, по сути, не занимались духовными вопросами, они не решали духовных вопросов, а вот именно вдались в административные вопросы, в решение технических вещей каких-то, кто-то чем-то занимался, но, по сути, духовность у них не была в приоритете. Не кажется ли вам, что и в современном мире сегодня у нас тоже такая ситуация, что многие служители церкви вот именно не заняты самопиаром, организацией, там что-то двигают, организовывают? Это очень правильно сказано. А почему, да, вот возвращаясь к Бену? Потому что в основании духовного лидерства сегодня лежат принципы светского лидерства, что, на мой взгляд, должны отличаться. Да, почему? Если, скажем, вот такой... Хорошо, как внедрить духовные принципы лидерства? Вот мы знаем, что в корейской церкви есть опыт, они с этого начинали, на этом росли. А как в нам внедрить? Я считаю, что первый шаг человек должен осознать, что он несовершенен, потому что сегодня очень часто в протестантизме говорят, вот Христос нас взял, оправдал и осветил. Бен, ну все же мы осознаем, что мы несовершенные. Думаю, что и постараем. Вот нет, представь себе, Дмитрий, что не все христиане, особенно когда мы говорим о либеральных церквях, те церкви, которых я не считаю церкви, но вы их называете церкви, если о них говорить, они часто не осознают свою греховность. И когда мы смотрим разбойника распятого на кресте, мы видим, что Христос взял его в рай не за его нравственные и добрые поступки, за то, что он кормил нищих. Сегодня либеральные церкви кормят нищих. Он его взял в рай из-за того, что произошла духовная перемена. Он осознал свою греховность, насколько греховен он. И он сказал, помяни меня, Господи, когда ты придешь в царствие Твое. Некоторые рукописи говорят, что помяни меня, Господи, когда придешь в царствии Твоем, то есть когда придешь в силе и славе во второй раз, во второе пришествие, помяни меня, Господи. Он даже не надеялся, что Господь его спасет на тот момент на кресте. И что интересно, что люди иудеи видели Христа, воскресающего других людей, и тем не менее не поверили. А разбойник увидел Христа распятого, и он покаялся. Вот в этом сила, именно в этой перемене заключается вся суть духовности, чтобы произошла и происходил это духовный рост. Хорошо, Бен, перемена, да, это правильно все мы понимаем, что у нас самих должна быть эта перемена. Но вот если коснуться Священного Писания, мы видим там, что разные примеры. Допустим, Акила и Прескила встретились с Аполосом, который был, ну, в принципе, лидер, хороший, все правильно, ну, чуть-чуть надо было уточнить его богословские взгляды, его понимание, и остальное все хорошо, да? Вот. А другой пример есть там, где апостол Иоанн говорит о Деотрефе, что вот этот любящий первенствовать, вот он там командир, он командует, он вечно прав, он всегда... А, значит, какова у нас ситуация? Вот, Юра, вот ты сейчас уже как служитель церкви, насколько ты видишь, нужно ли служителям чуть-чуть подправить что-то, а так в целом все нормально, или все-таки какие-то радикальные меры должны быть? Ну, в целом, я думаю, нам нужны радикальные меры, да? Вот Бен подметил тоже о том, как Иисус страдал. То есть мне кажется, это тоже пример восход к власти, да, так скажем. То есть как люди все ожидали, что он будет царем, да, в его время. И они видели, как он будет восходить на этот трон, но его вознесли, он смиренно пошел на крест. То есть здесь тоже пример лидерства, да, если, скажем, принципы лидерства светские, тогда лидер, тогда такие принципы порождают лидеров с большими амбициями, славой, культ личности, это христианские чуть не звезды, да. Но если человек строит свои лидерские способности на Писании, на примере Иисуса Христа и других, тогда это, ну, это смиренный человек. Смиренный? А может быть, наоборот, это плохо в данном смысле? Ну, смирение не означает, что человек бесхребетный. Вот я бы хотел прочитать, вот есть такая книга, мне очень нравится, я несколько раз прочитал, написал Освальд Сандерс о духовном лидерстве. Вот я выписал себе одну издержку из его книги. Он говорит следующее. Каждый христианский лидер рано или поздно сталкивается с выбором или быть популярным лидером, угождая людям и тя на компромисс, или непопулярным пророком, когда масса не будет тебя воспринимать, как было и всегда. Да. Вот мне кажется, вот именно здесь мы... Хорошо, ну, когда мы говорим о том, что происходит среди лидеров церкви, мы все-таки как богословы где-то чуть-чуть сбоку стоим, да, мы не являемся лидерами напрямую, но если лидерство, оно не способно к переменам, может быть, тогда наоборот, снизу надо, чтобы была инициатива от людей простых, искренних, чистых, которые начнут что-то организовывать. Лидеры — это те люди, все-таки, которые ведут народ. И когда, допустим, кто-то снизу встает и начинает вести, тогда, может, стоит этих лидеров убрать и поставить кого-то снизу. Но может быть сама духовность, сама простота, сама чистота. Проблема в том, что, мне кажется, в большинстве случаев, к сожалению, в наше время не лидера ведут народ, а народ ведет лидеров, да. Смотри, вот в Библии, что Павел говорит, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Иными словами, Павел говорит, что придет время, когда лидера, бубпастера будут говорить то, что люди хотят слушать. То есть в таком случае просто, что вы хотите, люди, я вам дам, и я за вами. Так это в большинстве церкви так делает. Современно. Разве, когда Павел писал к Тимофею, не было ли такой ситуации, допустим, даже во втором, в третьем веке? Оно было, но не настолько. Хорошо, друзья, давайте еще на следующий вопрос обратим наше внимание. Значит, с лидерства мы можем перейти к внутреннему состоянию человека, к богопочитанию, то, о чем кто-то из вас уже вспоминал, что у людей нет страха Господнего, вот и у лидеров, и у простых членов церкви. Было ли такое когда-то в истории, когда у людей мы можем сказать, что о, тогда было время, у них был страх Господень, вот они ходили там, ну, как-то или одеты были, или косыночки там, или как-то что-то вели себя, вот, а сейчас, ну, вообще страха Господня, нет, потеряли всякий страх, и все. Можем ли мы так сказать, либо в нынешнем мире в порванных джинсах может человек ходить, пить кофе в таком прикиде интересном и все-таки быть святым? Я думаю, что когда речь идет о страхе Божьем, или о синодальном переводе используется слово богоговение, мы говорим именно о состоянии человека, который просто как будто что-то увидел, и он в таком восхищении от этого, и в таком трепете находится. И такой человек вряд ли будет стоять с дырками, да, в штанах и с кофем в руках, и пить вот прямо перед президентом, допустим, страны кофе из порванных джинсов. Какой человек на деловую встречу оденет дырки с штанами? Дело в том, что некоторые, ну, такие уличные богословы, они даже так и пропагандируют, что бог, это наш папочка. Ну, а папочки, это значит, можно ногой дверь открыл, забежал там, с кофе разлил туда-сюда. Стоит задуматься над таким проповедником, да, такие есть, и одно дело пить, допустим, кофе на улице, когда ты свидетельствуешь людям, и это один из хороших примеров, когда можно говорить с кем-то за чашкой кофе в Старбаксе, и я за то, чтобы евангелизировали христиане так. Проблема, когда эта культура приходит в церковь, и церковь начинает безалаберно действовать, одеваться, отношение у них к богу, как на дружок, там... То есть, другими словами, если моральные, этические принципы в церкви уже ниже, чем среднеобщественные, да, то это уже проблема церкви застойная, да? Даже если оно, как и у общества, это уже плохо. церковь такая застойная. Вот, Дим, возвращаясь к твоему вопросу, вот ты сказал, когда-то было в истории, мне кажется, что эта проблема была всегда. Вот прочитаю один стих из Библии, что с Ветхого Завета в Малахии. Бог говорит, сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф. Оказывается, эта проблема еще в Ветхом Завете была, то есть, это ничего нового. Ну, чтобы не повторять всего, что вы сказали, что я хотел бы только добавить до всего этого. Когда человек приходит, скажем, в джинсах, в шортах, с кофе, ногу на ногу, забросил там, да, это формирует наше отношение к Богу. Я слышал, как один даже лидер в церкви говорил... Так неужели должен быть страх? Человек трястись, должен там бояться, как в Марсе Реутро. Ну, не трястись, да, но смотрите, как ты оцениваешь, когда проповедник в церкви говорит, эй, Бог, эй, Бог, то есть вот сам Бог говорит, что Бог ожидает благоговения и почтения. Но сейчас в обществе, где нету почтения к родителям, к учителям, даже когда родители приходят к учителям, говоря, и говорит, учитель, ты почему плохую отметку поставил моему сыну или дочке? Да, да. Если нету почтения молодежи к старцам, как может быть почтение в церкви и почтение Богу, если человек не может уважать близких к себе людей? Так, может быть, церковь должна быть этим эталоном, которым покажет, что должно быть вот так, так и так. В действительности так, но что это означает? Это означает, что церковь не может отвернуться тех, которые в церковь приходят в штанах, вот пришли и сразу же отталкивают. Так это сделает церковь маргинальной, да. Вот, то есть, да, но церковь должна учить, организовывать что-то. Здесь нужны тоже определенные способности и сказать, а нам способные проповедники не нужны, будем только молиться и читать Слово Божье. Тогда мы отталкиваем практичную сторону служения этим людям. Хорошо, вот если мы говорим о лидерах, которые ведут церковь, ну, естественно, это их, наверное, часть, как-то вот предлагать людям правильное поведение, правильная одежда, как-то воспитывать. Но есть другие вещи, которые происходят в церквях, для того, чтобы, ну, якобы, привлечь неверующих, то, что называется развлечением, какими-то такими театральными вещами, и я сейчас вспоминаю, когда-то эти вещи были очень полезными и очень нужными. Действительно, я вспоминаю, когда началась фимулизация в бывшем Советском Союзе, я еще тогда маленький был, первую театральную христианскую постановку я увидел на сцене филармонии, по-моему, канадцы показывали, и целая толпа, большая толпа людей стояли, смотрели, и не в шоке, стояли, смотрели, вот именно тот процесс, как Бог сотворил Адама, как Адам согрешил потом, потом приходит Христос, спасает, и это был такой шок для людей, настолько это сильно подействовало, да, вот, а сегодня смотришь, некоторые вещи в церкви происходят, и ты как-то смотришь, и вообще никакого эффекта нет, то есть не цепляет ничего этого, то вот вопрос таких вот театральных развлечений в церкви, насколько это актуально, нужно, или это все-таки развлечение, которое должно избегать? Когда я учился в университете Орла Рабертс в Оклахоме, я ходил в церковь некоторое время в Викторе Кришн Центр, и у нас на рождественскую постановку была такая ситуация, что приводили верблюдов живых в церковь, естественно, там подвязывали мешочки, да, чтобы они не порожнились, на депутатный ковер, да, побрызгали его, да, естественно, чтобы не сильно от него разило запахом, и... Застойным, это в действительности впечатляло, потому что мы все равно люди визуальные, Бог нам дал глаза, и для нас иногда лучше увидеть, даже чем прочитать или услышать, поэтому, особенно для людей в детском возрасте, это нас очень сильно впечатляет, я думаю, настолько западает в память, что это выгодный вариант евангелизации, именно через сценки и театральность. Это приемлемо, нормально, естественно. Хорошо. Ну вот смотри, театральность, я хотел бы подчеркнуть еще одну сторону этой медали, да, проблема в чем, вот один известный американский пастор, у которого большая церковь здесь в Америке, один студент, который с ним лично знаком, в семинаре, нам рассказывал на уроке, что этот пастор, он нанял несколько профессиональных писателей, которые пишут ему проповеди, используют правильную терминологию, чтобы никого не обидеть, чтобы, ну, аудитории это понравилось, да, этот же самый пастор, он имеет своих стилистов, которые подбирают мужики от рубашку, галстук, чтобы видеть правильно цвета, сочетание цветов, у этого тоже самого пастора, у него там и мейкоп, ну все, то есть это уже целый комплекс, я себе думал, а чем церковь такая отличается от Голливуда, да, вот где актеры, ну, это тоже актер, ему все подобрали, он сказал, как ему написали. есть группа общества, особенно люди, которые образованные, они могут очень сильно обратить внимание на грамматику проповедника, служителя, на проповедь, есть ли логическая связь, цепочка вот это, прослежителей в проповеди, есть ли цель, которой он говорит, последовательность определенная, если у служителя, допустим, эта сторона страдает, то люди могут отойти от этого, сказать, ну, это не для нас, это не очень-то непонятно, почему, вот именно служитель, он не может... Тогда, подожди, люди слушают служителя, люди приходят к Богу в церковь. Здесь настолько, в Америке, настолько большой выбор всяких церквей, что иногда человек, окей, я хочу образованного человека, потому что я образован, и я хочу, чтобы он мог мне служить в этих сферах. Иногда люди могут искать психолога-служителя, который в действительности может залечить душевные раны, потому что люди приходят не только с духовными ранами, но и с душевными. Духовный служитель не может залечить душевных ран, да? Может, может. Может, но... То есть, другими словами, если я правильно понял нас, есть вещи, которых мы должны смириться и применять, наоборот, применять, это положительно, есть вещи, которые немножко отводят нас от сути христианства, от сути богослужения, от страха Господнего, и таких вещей нам нужно удаляться. Хочу обратить наше внимание на место из Писания, 1 Коринфянам 7 глава, апостол Павел говорит, чтобы вы служили Богу без развлечения. А значит, когда я исследовал это место, в греческом, там стоит слово, слово «эперес пастос», «безотвлеченно», то есть, в каком-то смысле православные переводчики даже чуть-чуть смягчили, сказав с развлечениями, а тут вообще не то, что без развлечений, а без вообще ничего лишнего, то есть, безотвлеченно, не отвлекаясь служить Богу. А насколько вам кажется, что вот эта посвященность христианская, она все-таки должна центрироваться на служении, а потом уже все эти вот остальные вещи добавочные, если они есть, есть, если их нет, то ничего страшного. В действительности духовная часть должна быть основной частью служения у любого лидера в церкви. Когда духовная часть страдает, тогда страдает все остальное. И здесь пиши, ты правильные проповеди, одевай правильный пиджак или неправильный пиджак, церковь будет страдать. Это само собой разумеется, потому что нет духовной пищи. Хорошо, можем ли мы сказать, ну вот, чтобы выйти из этого духовного застоя, нужно, чтобы служители на время вот избавились от каких-то лишних вещей, развлечений, обратили внимание на духовность, на смирение, на простоту во Христе, на что-то такое духовное, и оттуда, может быть, появится какая-то свежая, живая вода, свежий поток, который вот как-то развеет вот это вот. Мне кажется, что нам нужно заглянуть немножко глубже. Здесь я бы попросил вот две минутки, да, немножко в истории. Одну. Хорошо. Вот в Деяниях 2.46 написано, «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Чуть выше написано, что они пребывали в учении апостолов. Каждый день, представьте, современные христиане приходили бы в церковь каждый день слушать проповедь, молиться. Движемся дальше, так как время ограничено. 20 век, большое пробуждение, азуза стрит. Говорят, что на протяжении трех лет служение длилось 24 часа в сутки. Конечно, люди менялись, но люди долго были на собрании. После этого, мы знаем, что на протяжении десятилетий у каждого, скажем, в основном по церквям в Америке было два служения, богослужения, воскресенье и несколько собраний на будние дни. Что начало происходить после 60-х годов? Сначала отменили собрание на обычных днях, сказали, будет выходные, пойдем в воскресенье. Потом в воскресенье собрание тоже, ну как-то завтра на работу нужно с семьей побыть. Хорошо, отменили то, зато утренние у нас сильные. А потом оказалось, что три проповедника это слишком много, мы не можем наш разум как-то запомнить все. Нужно один, ну пускай говорит целый час и тематическую проповедь. Только три поинта, не больше. Три поинта, не больше. Да. Смотри, что сейчас. Много американских церквей, собрание по 45-50 минут. И уже эти часовые проповеди никто не хочет слушать. 20 минут. Вот один знакомый в нашем городе ходит в подобную церковь, я однажды у него спрашиваю, ну как тебе вообще 20 минут прославления, 20 минут проповедь. Он говорит, понимаешь, да, там 20 минут проповедь, но там такая глубина, что на всю неделю хватает. Это здорово. Это говорит о том, что время, оно не влияет именно на духовные составляющие. Ты за 20 минут можешь получить достаточно пищи для своего духа. Хорошо, но с чего мы можем начать? С чего мы можем начать вот именно это движение воды вот в этом застое? Именно с молитвы, со Слова Божьего концентрироваться на самом важном. 20 минут в день? Или в неделю? На самом важном. Ну, в любой церкви, в любой церкви пастор тебе скажет, что мы ударение делаем и на чтение Писания, и на молитвы, и на освящение. В любой церкви такое? А почему же ничего не меняется? Ну, во-первых, насколько мне известна статистика насчет либералов. Посещают общие молитвы и разборов только 70% из них. 70% из прихожан? Это тех, которые можно назвать либеральными христианами или номинальными христианами. 70% это еще много в некоторых церквях, а там кучка собирается бабушек. Вот. В руководстве и водительстве жизни только 48% полагается только на свой рассудок. Частота чтения Слова Божьего только 60% почти никогда не читают его. Это говоря о либералах. 60% либералов не читают Библии как таковой вообще. Могут раз в год открыть. Хорошо. Что не о либералах? О нас давай. О наших церквях в городе, славянских церквях. Я, допустим, веду разбор сроков в церкви своей. Сколько количества людей приходящих в процентном отношении? Немного. Я только взялся за это служение. И я в основном среди первого потока служу. И сейчас на данный момент их всего 5 человек. Там в зависимости тоже от дня. А сколько членов церкви? От членов церкви, я думаю, 800 где-то тысяч. И 5 человек приходит на разбор. Я только на первом потоке. И опять же у нас такое время пятницы. У нас это пятница. Понимаешь? Когда мы говорим, допустим, о Азузе пробуждения, может, недостаток был именно в строении, в здании. И поэтому там собирались 24 часа в сутки. Иногда церкви делают 4-5 потоков, потому что зданий нет побольше. Хорошо. Вопрос, к которому мы уже подходим. Так, что же мы можем сделать? То есть, получается, мы затронули несколько вещей, связанных вот с этим духовным застоем, который мы видим реально. То есть, когда люди, количество людей, приходящих в церковь, уменьшается, какие-то служения закрывают по церквям. Что делать? Ну, понятно, что служители сами на своих местах о чем-то думают, рассуждают, молятся. Что мы, как богословы, можем им предложить и сказать, что, братья, вот так вот, так вот, если мы будем делать, то мы выйдем из этого духовного застоя, потому что придет пробуждение, придет новая волна, придет что-то еще. Быть крайне практичным. Обязательно нужно быть крайне практичным или прагматичным, если можно так сказать. А в каком смысле? В том смысле, что нужно быть практичным и применять все на практике. Если мы, допустим, знаем, что молодежь церковь не идет, а они все в виртуальном пространстве сидят и слушают эти видеопроповеди, стоит выходить в Facebook, стоит выходить в Twitter. Почему? Потому что, если мы не заполним Facebook, значит, кто-то заполнит его другим материалом. И достигать людей так. Что еще можем? То есть, выходить в масс-медиа с нашими проповедями, с нашими какими-то другими мероприятиями. Говорить, допустим, на тему разводы, ссоры в семье. Так, проповедовать на актуальные темы, жизненные темы. Они реально близки к практичности, к практичной части, потому что сегодня поколение такое, что они хотят все видеть. Вот шаг первый, вот шаг второй, вот шаг третий. Хорошо, значит, проповедовать конкретные проповеди с конкретной темой, разложенной темой. Что еще? Потому что часто, допустим, что получается в церквях, это как у одного доктора, к одному доктору приходит пациентка, ну, доктор спрашивает, а вы упражнения каждый день делаете? О, да, я каждый день хожу с Иисусом. Понимаешь? То есть это хорошо ходить с Иисусом. То есть общие слова, но ничего конкретного. Да, то есть это хорошо, что ты ходишь с Иисусом, а на реальности, как ты следишь за своим здоровьем? За духовным здоровьем. То есть здесь верность, или ты ходишь, да. Юрий, что еще мы можем предложить? Во-первых, я должен не согласиться до конца с этой позиции прагматичности. Почему? Потому что, как я сначала уже говорил, что проблема духовного застоя это не в форме, а в содержании. То есть все, что ты говорил, это форма, да, там, фейсбук, кудой выходить. Как? Это неплохо. Но это, на мой взгляд, это нейтрально. То есть если нету содержания, то ты выходи за кафедру. Как содержание сделать, чтобы было? Содержание, вот то, почему я историю привел, да, апостол, деяния апостолов, пробуждение Азуза, стрит, 20 минут проповедь никак не хватит. То есть людям нужно возвращаться к тем истокам, откуда мы вышли, где нужно молиться больше, читать слово больше, искать, приходи в собрание. Вот я несколько месяцев назад... Юрий, ну не идут люди на собрание. Нужно покаяния, значит? Даже я... Это просто нужно признать духовный кризис всем. Ну так это же есть. Я как-то работал с один из эфиопов, он говорит, вот он из 50-ти, как он говорит, что у вас в стране, в Эфиопии, у писяников служения идут по 5 часов, да. Ну и что ты имеешь? Ты имеешь замученных людей. Это хорошо, когда в действительности люди получают что-то в течение этих 5 часов. Но если, допустим, в эти 4-5 часов проповедник говорит, неподготовленный, нет конкретной цели, в действительности нет духовной пищи, то это получается всего лишь... Человек бьет воздух, он впустую говорит, впустую тратит свои эмоции. Поэтому лучше дать действительности пищу и сконцентрироваться на самой пищи, чем концентрироваться очень сильно на времени. Я знаю, допустим, что человек не может слушать мои проповеди больше, чем полчаса. Вот это я знаю. Бен, ну, это хорошо, если ты знаешь, другие не знают. Ну, вот мне вспомнился такое, когда мы говорим о Слове Божьем, вспомнился один случай о корейских служителях. Вот. И случай такой, что один из гостей приезжает туда, в корейскую церковь, вот, и так гордо заявляет, ну, поднимите руки, кто тут прочитал один раз Библию. Ну, все корейцы, говорят, как-то так, ну, зашукались, как-то так смотрят, смотрят. Ну, два. Все так опять как-то смотрят. Тут уже, потом рассказывают, пастор так подходит, говорит, пастор, здесь минимум восемь раз все уже прочитали Библию. Вот, и он такой в шоке, как бы, как это, ну, то есть, для него один-два раза Библию прочитать, это, как бы, геройский поступок, а тут простые члены, это, ну, минимум восемь раз Библию прочитали, да? Ну, вот, что интересно... Ну, Библию прочитать, это же время пожертвовать надо, это же не просто так. Что интересно подметить насчет этой церкви корейской, что они не начали поднимать руки, да, все вот, а мы восемь раз прочитали. У них конкретная реальная духовность на практике. Вместо того, чтобы возгордиться, понимаешь, и сказать, а вот мы прочитали восемь раз, они сидели и не могли понять, к чему он это спрашивает, понимаешь? И здесь они проявили смирение, здесь они проявили действительно духовность, свою духовность. Хорошо. Потому что духовность не заключается в том, сколько раз я Писание прочитал. А почему бы и нет? А если ты ни разу не прочитал, ну, так какая же духовность? Потому что я знаю, что на библейские кружки в Америке ходят также и агностики, которые знают и греческие, которые 20 раз могли тебе Кинг Джеймс версию прочитать также, которые знают, могут знать целое Евангелие по памяти, такие тоже там присутствуют. Поэтому духовность не заключается именно даже в знании по памяти Слова Божьего. Она именно в мотивации. Духовность – это любовь. Это когда ты не ищешь своего. Что апостол Павел сказал? Мне понравились его интересные слова, записанные в 1 Коринфянам, 13 глава. Что если я дам и тело свое на сожжение, а любви не имею, то что я? Ничтение, ничто. Да, действительность имеет извиняющие. Я хотел бы добавить вот сюда в тему духовности. Бен, ты говоришь, как многие сегодня говорят, что духовность – это характер, это плод духа, перечисляя и тому подобное. И я с этим должен согласиться, но мы упускаем одну важную деталь. Духовность – это плод, который не вырастает в одночасье, вот сейчас сделал плод. Это период времени. И этот плод, он вырастает. Плод духа, да. Плод нас, который взращивается, плод нашего духа, да. Ну просто некоторые различают духовность из плода духа. Плоды духа, да. Ну, духовность, если говорить духовность, это перед временем духовность берется вот именно с чтения Библии, с молитвы, с поста, с служения, с посещения собраний. Это все еще не есть духовность, но это та среда, где духовность, она возрастает. А если этой среды нет, если 50 минут на неделю, то где оно должно расти? Как создать эту атмосферу? Как создать вот эти вот посылки для того, чтобы... Вопрос на вопрос. Если бы был Вильям Сеймур, через кого началось это большое пробуждение, вот такого менталитета, как у нас, прагматического, тогда тоже люди особо не ходили на собрание. Он мог бы тоже сказать, ну, 20 минут проповедь, что они делали? Они были в 10-дневном посте, он изучал слово, сам днями, ночами сидел, он молился целыми ночами, да. Он бы сказал, люди не приходят, значит, ну, мы возьмем 15 минут, скажем, проповеди, и все. То есть это пример для нас. С одной стороны, это правда, но с другой стороны, в нынешнее время есть много людей, которые молятся ночами, днями, читают. Если у проповедника нет, допустим, духовной силы, и он попостится 20 дней, то что, это будет только служить к его гордости? Слушай, в том-то дело, что сила в постоянстве. Сила не то, что ты 20 дней пропостился, а потом целый год не постишь. Сила вот нужна постоянно. Хорошо, что мы можем сказать простым верующим? То есть мы уже некоторые вещи перечислили для лидеров церкви, да? Что мы можем сказать простым верующим? Вот простой человек, ходит в церковь, он не имеет никакого влияния на лидеров церкви, он даже не дьякон, он просто вот пришел, посидел, ушел. Что он может сделать для того, чтобы ситуация изменилась, и этот духовный застой превратился в зеленый цветущий лук, на котором благоухание, процветание, движение? Что сделать? Ну, первое, думаю, что, как в случае разбойника, стоит задуматься о своей жизни и просто осознать, что ты человек несовершенен и грешен, и что тебе в действительности нужна духовная перемена. То есть самому нужна, да? То есть это самому нужна. За тебя пастор многое не сделает, за тебя пастор духовно расти не может. Он может тебе способствовать твоему духовному росту, но расти духовно можешь только ты, когда Господь тебя взращивает. То есть, другими словами, не надеяться на какое-то внешнее влияние, на внешние советы, попечения внешние, а вот именно самому открывать Библию, читать, молиться, принимать поста. И в действительности начинать практиковать что-то. Дело в том, что я могу о духовности говорить, допустим, здесь в эфире многие вещи, но, допустим, когда духовность моя проявляется, она проявляется, когда я с женою. Наших разговоры, да, вот, а есть ли семейные ссоры, да, а как я отношусь, отношусь ли я конструктивно в решении семейных проблем, когда они появляются. Вот. Что я извлекаю это? А есть ли у меня мир, покой в семье, когда я нахожусь дома, с детьми, с женою? Вот о чем стоит говорить. Именно работать в действие, все это приводить, потому что любовь, она... То есть святость жизни, чтобы была очевидной. Да, чтобы с самым близким человеком, а когда мы, допустим, приходим в церковь, то в действительности у нас все хорошо, мы можем говорить и о духовности, большие вещи. Но на самом деле эти вещи на практике и проблемы с этими вещами видны именно с близкими людьми, в отношениях простых, с семьей. А как я отношусь с женой, с мужем? А как я отношусь с отражителями, с детьми? Да, спасибо, Юрий. Вот кто-то может сказать, что я все это попробовал, все это сделал, как тот человек, который я, Господи, все исполнил, а вот все равно ничего не происходит. Я вот простой член церкви и молюсь, и пощусь, и Библию читаю, и жертвую там, и хожу, помогаю где-то там, милостыню творю, и все остальное. Ну вот нет ни движения, ни пробуждения, ничего. Ну, Дим, вот это хороший вопрос, но этот вопрос мне напоминает, иногда люди вот мне такие вопросы задавали. Понимаешь, мы не можем людям дать ничего больше, чем дает уже Библия. Если, скажем, вот я вижу, допустим, несколько моментов, там молитва, чтение Библии, пост, там святая жизнь, да, оно должно дать пробуждение в личную жизнь. Должно. Должно. Если оно не дает, то у меня только одно, ну как-то объяснение этому. Я что-то не так делаю. Не может так быть, это признать нужно, что тогда Библия не работает. Сказать, ну я делал, не работает ничего. Тогда Библия не работает. Один пример, один пример, несколько секунд. За пост, да, что такое пост и какая цель поста? Мы иногда думаем, что поститься, то чтобы что-то Бог нам дал, что-то выпросить. Если по Библии цель поста, но цель поста это смирить себя. Почему люди постятся, а ничего не происходит? Потому что гордыня не смирилась из-за всего времени, а мы что-то ожидаем. Нужно вернуться к слову, изучить, как поститься. А тогда, когда ты делаешь все правильно, все работает. В моей жизни это работает, и в жизни многих верующих людей это работает. Большая проблема, когда человек, допустим, начинает думать, что вот он все делает, все правильно, а духовного роста нету. Значит, в действительности где-то есть проблема, что-то не происходит и что-то упускается. Потому что сам человек начинает думать, что он достиг совершенства. Да, да. Ну что, просто. А, ну, это может быть не совершенство, а наоборот, пришло разочарование, что человек попробовал, вроде бы все делал и много делал. И вот года идут, а у него нет ни пробуждения, ни пробуждения. Видишь, может быть, что человек делал, нужно искать Бога. Надо характер менять. Нужно искать Бога через это все делание. А если просто делал, там, поголодал день, формально помолился, конечно, он ничего не даст. Последний вопрос для нашего рассуждения. Некоторые богословы искренне верят и считают так, что Бог все делает периодами, сезонами. То есть, вот было пробуждение, и хочешь ты не хочешь, а ты это пробуждение не растянешь на дальше. То есть, вот оно в это время было, и там были чудеса, и знамения, и вода свежая, и все остальное. Ну, и потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, все затухает, затухает, затухает. И потом плато такое, значит, которое перерастает уже в болото, в застой. Вот, и в некотором смысле, ну, это и так должно быть, для того, чтобы потом началась следующая волна пробуждения. Значит, действует ли Бог такими сезонами? То есть, другими словами, вот в этом месте, сколько бы ты ни молился, ни постился, а вот еще как бы ни время, ну, и ты лбом стенку не пробьешь, ничего не поменяется. Либо все-таки по молитве, по молитве людей, Бог в любое время может сделать какой-то прорыв, разрубить это вот, это болото, направить сюда потоки живой воды, и все будет чудесно. Ну, я думаю, что два момента имеют место. Почему? Вот, допустим, чудеса, которые были в Египте, да, то есть, Бог не собирался их повторять в следующих поколениях. Он им говорил, вы рассказываете своим детям, внукам, пранукам и дальше. То есть, это Бог, значит, не рассчитывал на то. Но в то же самое время, Бог рассчитывал, что каждое поколение сможет найти Бога, иметь с Ним личные отношения. То есть, мое мнение, что такие какие-то масштабные, там, глобальные, мировые пробуждения, я думаю, что это сезоны. Но личная духовная жизнь, то, что я сегодня могу найти Бога, переживать какие-то чудеса в личной жизни, в церковной жизни, это открыто для всех, во все времена. Может быть, это и личный духовный застой, который и формирует общий застой такой духовный? Я думаю, что Бог всегда все творит новое. И проблема не то, что Бог делает все сезонные периоды. Бог просто творит все новое, и человек упускает этот момент слышания его голоса. И упускает этот момент следовать, когда Бог начинает что-то новое делать, человек все равно зацикливается на старом. А почему? А потому что в старом хорошо было. А зачем Бог новое что-то делать? Зачем менять? Здесь все было хорошо. И в действительности, да, человек, он остается на старом, говорит, а я никогда на Твиттере служить не буду, я не знаю, что такое Твиттер, я не знаю, что такое, допустим, интернет, я никогда на форумах не буду заходить в раздел, да, апологетики, в раздел атеистов, и не буду с ними вступать в диспуты. В диспуты. Хотя у меня есть достаточное образование за кому-то посвидетельствовать. Вот в этом проблема. Вот, когда человек не хочет перемен, а Бог, он, Бог творящий новое. То есть, другими словами, у каждого человека, у каждого верующего есть надежда, надежда на, во-первых, личное духовное пробуждение, во-вторых, на такое вот общественное. Хорошо, друзья, у нас уже осталось по одной минуте времени для того, чтобы сказать наше заключение. Поэтому, пожалуйста, суммируйте все то, что мы здесь выразили, высказали, и скажите ваше пожелание нашим телезрителям. Хорошо, я бы хотел, наверное, подсуммировать свою позицию одной краткой истории Старого Ветхого Завета. Это история с Аханом. Когда вот пали стены Иерухона, и он взял, спрятал этот золотой свиток, интересно, что начало происходить. Пришло поражение с маленьким городком Ай. И тогда Иисус с нами, что он делает? Он приходит, падает перед Богом и ищет причину. А почему он искал причину? Почему он не мог просто провозглашать? Ведь же Бог обещал, что даст эту землю евреям. Я думаю, потому что Иисус с нами понимал, что Божьи обетования работают на Божьих условиях. Поэтому мое желание каждому из нас, если мы хотим духовного прорыва, если мы хотим Божьих обетований, которые обещаны нам в Божьем Слове, исполнения Духа Святым и исцеления и тому подобное, встаем на Божьи условия. То, что учит Писание. Спасибо, Вен, пожалуйста. Братья и сестры, я хочу сказать, что Церковь, она свята. Она свята во все века. Она продолжает быть Церковью Иисуса Христа, где Иисус является главой Церкви. И апостол Петр пишет такие слова во 2 главе 4 по 8 стих. Я прочитаю только 4 и 5. «Приступая к Нему, то есть ко Христу, камню живому, человеками отверженным, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». И в греческом есть такое слово «ойкодомей», означает назидание, то есть домостроение в буквальном смысле, что мы как христиане должны сами что-то делать, мы сами должны стремиться к этому. За нас никакой лидер, никакой пастор церкви не будет расти духовно. Мы должны на себя взять эту ответственность за свой духовный рост. Не должны полагаться на кого-то, что кто-то придет и поможет себе. И когда мы ищем эти проблемы духовные, когда мы сталкиваемся с какими-то барьерами, мы должны приходить ко Христу и просить о Его помощи. Спасибо, благодарю. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы помогли нам разобрать этот вопрос. Ищите Господа, друзья, ищите смирение перед Богом, потому что Бог есть всеустрояющий. Храните себя в мире. Благословения вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!